прежде всего не отпускает то, что происходит в Грузии. В Грузии события развиваются, пожалуй, по самому худшему сценарию, потому что явно кураторы из Москвы выразили неудовольствие вот этой продажной структуры под названием «Грузинская мечта». То есть это купленная фракция большинства в парламенте, которая существует на деньги миллиардера Иванишвили. И то, что в прошлом году пришлось отступить, и вот этот закон о прозрачности иностранного влияния, так он, если не ошибаюсь, называется, фактически калька российского закона об иноагентах в общем, в прошлом году пришлось отступить, и за это, видимо, они получили нагоняй. И в этот раз решили уже, что называется, любой ценой его продавить, а сопротивление раздавить любыми способами. И вот этой ночью, фактически, ну, по сути дела, всю ночь на проспекте Руставели шло противостояние между силовиками и демонстрантами. Были возведены баррикады, спецназ избивал, задерживал людей, использовал водометы, следоточивый газ, и, значит, фактически были избиты представители прессы и очень жестоко избили председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии, Единое национальное движение, Ливана Хабиешвили. Я не буду сейчас демонстрировать его фотографию после этого избиения. У него действительно весь окровавленный, лицо опухшее, значит, у него выбит зуб, переломаны кости лицевого скелета. В общем, короче говоря, это такое вот целенаправленное карательное избиение. По сути дела, ну, действительно, это лидер крупнейшей оппозиционной партии, крупнейшей оппозиционной партии Грузии и лидер фракции в парламенте. Вот, так сказать, вот что происходит. То есть, на самом деле, сценарий, конечно, весьма жесткий. Я не знаю, я думаю, что в самое ближайшее время я обязательно приглашу на наш канал человека из Грузии, политолога. Есть несколько людей, которым, я думаю, что мы с вами можем доверять, которые подробно изложат, действительно, ситуацию изнутри Грузии. И, конечно, нужен прогноз в отношении парламентских выборов, которые состоятся в этом году. Потому что, действительно, насколько все-таки гражданское общество, который очень... Это тот вопрос, который мне, например, непонятен. И до конца непонятен. Потому что, все-таки, довольно сильное гражданское общество. Ну и обычно мы привыкли думать, что если гражданское общество сильное, то оно может сформировать какой-то... Конвертировать этот свой потенциал в какую-то политическую силу. Этого не происходит. Почему? Вот, наверное, надо разбираться с людьми, которые интегрированы в процессы грузинский политический, социальный процесс в Грузии. Обязательно, либо сегодня, либо завтра, мы постараемся поговорить об этом с грузинским экспертом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok